книга открытым оком тема старообрядцы том 11 вопрос 2421 мне кажется что вы предвзято относитесь к старообрядцам а вот если бы поговорили с их епископом в новосибирске то он бы рассказал своей вере по библии отвечает игнатий тихонович лапкин вы можете изменить свое мнение о моем к ним отношении когда будете ближе их знать вот только одно интервью с их епископом прочтите его полностью и мне не нужно будет вас убеждать что библия у них не в почете и не на первом месте а вернее ни на каком силуяна я знаю лично и встречался с ним неоднократно о нем я упоминал в ответах 120 940 1441 и 2167 газетчик задает ему вопрос а чем русская православная старообрядческая церковь отличается от русской православной церкви ответ у нас каркас тот же самый праздники те же самые уставы и каноны но все-таки за 350 лет изменился порядок молитв сократилось богослужением это наложило свой отпечаток свои акценты которые не соответствуют тем временам когда существовала единая вера на руси старая вера сегодня по силе своей старается сохранить те устои которые души спасительны ответ закончен далее игнатий тихоевич если кто хотя бы один раз читал библию и тем более вторую частью новый завет сразу может сказать что силуян говорит совершенно не по библии он уперто оправдывает старообрядчество видя его преимущество в продолжительности богослужений ни одного евангельского слова как будто он только что вышел из приемной патриарха никона и пошел на отчет к вакууму и стоило из-за этого идти на раскол стоило ли из-за продолжительности молитв обрекать сотни тысяч и миллионы на скитания и страдания порядок молитв и богослужения менялись неоднократно начиная с ледургии иакова василия великого иоанна златоуста каждый как бы отщипывал от богослужения не менее часа так почему же никон при поддержке архиерея в священство и просьбе народа не мог этого же сделать рожденный свыше человек может ли быть таким смертельно упертым в обряд ни намека на живую связь со христом все застыло в 17 веке у порога алексея михайловича и далее прочитать стоит хотя бы часть ответов силуяна чтобы окончательно поверить что у него мертвая вера и так отвечать может только не читавший евангелие не встретившийся со христом не получившие духа святого силуян отвечает а старая вера по силе своей старается сохранить те устои которые души спасительны прежде православные осеняли себя двуперстием а после никона вели троеперстия и получился перевертыш троица оказалась вверху а два пальца символизирующий христа как бога и человека внизу и стара православная вера сохраняет все традиции ценители старой веры считали донесли до наших времен коренную спасительную испытанную проверенную естественную натуральную веру и все сегодня относятся и все сегодня относятся к ней с почтением и уважением кавычки закрыты такое далек на тихонич комментирует такой ответ дает не рядовой прихожанин новосибирского храма а преосвященный епископ новосибирские всея сибири и дальнего востока вера натуральная это что за вера как не вера предков ничем не отличается от язычества натурального естественного попавшему одному что он так и говорит говоря о крестном знамени о перстосложении вообще идет на хулу и свои согнутые пальцы тычет в троицу и в христа послушал бы он ответ императора феодосия на на донос об испачканных смутьянами его статуя говоря о количестве старобрядцев он загнул цифры минимум раз в двадцать преувеличивая число своих приверженцев а люром промчался на лжи конева спасения давней староверческой лошадки число приходов он знает и тут же умножает на три тысячи триста тридцать три прихожанина в каждом приходе да никогда и ни в одном быть может приходе не было у них столько молельщиков газета аргументы и факты декабрь 4 число номер 50 страница 14 цитирую газету в среднем общины староверов состоят из 100 человек еще цитата сейчас у нас в россии 10 епархий около 300 приходов и около миллиона прихожан еще цитата и нередко такие люди приходят к нам и находят себя в нашей церкви 26 лет я стал священником и на этом поприще я уже 38 лет мы оказались не готовы к перестройке и к полной свадьбе свободе в вопросах веры а вот всевозможные а вот всевозможные опасные секты быстро сориентировались и нередко человек утратившие корни веры попадается на их крючок но народе все больше интереса к своим корням к корням своей веры и все больше людей познает евангельскую истину стучите и отворят вам честное слово номер 47 409 от 17 ноября 2004 года страница 23 комментарии игнатия тихоновича лапкина слова евангелия произнес силуян только один раз именно здесь когда речь зашла а название старого обрядчества ответ страшный по открытости ледяной веры силу силуяна какие-то корни ищут люди и он тут же воткнул слова христа христос нигде и никогда не говорил о корнях иудейской веры положительно а напротив обличал их за лицемерие и мертвенность их веры убеждал что надобно им родиться свыше силуян не только не рожден свыше но он и понятия не имеет об этом иначе он бы воспользовался корреспондентом александром оконечниковым и донес до мира слова христа стучать и искать не силуяновских предков корни и мертвые корешки а евангельскую веру послание к филиппийцам 1 глава 27 стих только живите достойно благовествования христова чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду слышать о вас что вы стоите в одном духе подвязаясь единодушно за веру евангельскую евангельскую